Приветствую вас, дорогой наш зритель. Ошибаться можно, врать нельзя, сказал однажды министр обороны Андрей Белоусов. И в очередной раз доказал верность этому принципу, приказав уволить депутата, который схитрил со службой на СВО. Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников уволен из железнодорожной части, куда устроился на полставки вольнонаемным. Увольнение произошло после того, как министр обороны Белоусов узнал о хитрости чиновника. Не забываем подписаться и ставить лайк. Изначально, напомним, депутат сообщил, что якобы добровольцем ушел на фронт. Однако контракт как военнослужащий с Минобороны Коробейников не подписывал. Он подписал трудовой договор с военной частью о работе на полставки вольнонаемным. Эта история с Коробейниковым стала очень резонансной, и когда о ней узнал Белоусов, то дал прямой приказ к комбригу военной части разобраться в ситуации. Судя по информации, опубликованной на сайте Свердловского парламента, у депутата Коробейникова уже есть награды, в том числе медаль, участнику специальной военной операции. При этом не все воюющие на СВО награждены этим знаком отличия. Высказался блогер Сергей Колясников. Напомним, подробную историю с данным депутатом комментировал Никита Михалков. Вот послушайте. Депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Коробейников объявляет в соцсетях, что подписал контракт с Минобороны и уехал в зону проведения СВО. Вот его боевые фотографии. И это вызывает уважение, конечно. Человек из ЗАГСобрания берет и сам идет воевать. Достойно абсолютно. Но. А что выясняется? Да нигде он не воюет. У него, так сказать, свободное посещение фронта. Сказал Михалков. Так, по информации издания ЯАН, местом службы этого народного избранника было федеральное казенное учреждение 66 Финансово-экономическая служба Министерства обороны РФ. По сути, централизованная бухгалтерия. Никита Михалков уточнил, что данное учреждение зарегистрировано в городе Екатеринбург. Но в чем проблема-то? Да в том, что целью этой публичной активности депутата является получение статуса участника СВО с тем, чтобы воспользоваться 25-процентной льготой на участие в праймере СЕР и далее пролезть в Госдуму. Причем самое невероятное, ничего не страшно. И не возникает мысли, что в военное время это преступление. Потому что одно дело, когда ты говоришь. Я иду работать в Министерство обороны в бухгалтерию. Ну что в этом плохого? Ничего плохого. А другое дело, когда ты фотографируешься с автоматом и говоришь, что ты идешь воевать. А на самом деле сидишь в бухгалтерии. Нормально? Отметил Михалков.